добрый вечер всем мы сегодня поговорим о самаритянах и поэтому мы немножко как бы выйдем из той эпохи в рамках которой мы последнее время находились восьмой век до новой эры мы с этого начнем но поскольку мы попытаемся отследить в общих чертах историю самаритян то мы естественно как бы продвинемся дальше а потом следующий раз вернемся назад интересующий интересующим у нас времени значит начнем с конца сегодня в израиле в государстве израиль есть два места в которых живут самаритяне это сущности говоря небольшая группа людей насчитывающая несколько сотен семей вот и и одна из этих групп находится на территории собственно государства израиль в хулоне и в этом смысле практически является частью израиля а вторая группа находится в шхеме на территории так называемой палестинской автономии и недалеко от главного священного места горы грязин и и можно тех кто живут в израиле могут сущности организовать туда экскурсию вот и там можно встретиться с самаритянским священником коэном который рассказывает их историю вот этой историей мы собственно говоря сейчас и займемся мы сначала посмотрим на то как эта история излагается в еврейских источниках ранее история а потом обратимся к тому как сами самаритяне рассказывают о себе значит я сейчас открою соответствующие файлы значит наш источник я надеюсь что его будет сейчас видно находится тоже в 17 главе книги царей первая часть этой главы рассказывала о падении северного израильского царства и как мы видели содержала некоторую программную речь объясняющие это событие а вторая часть главы повествует о прибытии на территорию самарии некоего чуждого населения вот и это население вот мы сейчас собственно говоря прочтем не вдаваясь во все детали значит тут говорится о том что сирийский царь судя по всему саргон 2 привел из павелона и скуты из а вы из хамата из фарвайма все эти места более-менее отождественные часть из них находится на территории си и современной сирии часть на территории современного ирака и он этих людей поселил в городах самарии вместо сыновей израиля и они унаследовали самарею и стали жить ее городах и в начале своего пребывания там они не боялись господа бога израиля и он насылал на них львов эти львы их убивали на львов прошу обратить особое внимание потому что благодаря этим львам в рейской галахе в рейском законе появился появилась совершенно особое понятие сейчас ли мы его озвучим но сначала значит эти люди после того что львы нападают на них обращаются к сирийскому царю с просьбой вот народы которых ты изгнал и поселил в городах самарии не знают закона бога этой земли как бы вполне такой традиционный языческий взгляд бог земли ответственность за свою территорию и нужно знать его законы с тем чтобы не навлечь на себя его гнев вот он насылает на нас львов и они убивают называют на них на этих людей львов и они убивают их поскольку не знают закона бога этой земли и приказал царя сирии пусть приведут туда одного из кухенов которых то есть священников джицов которых вы которые были изгнаны оттуда пусть он научит их этих людей закону бога земли и действительно приходит один из священников которые которые были изгнаны из самарии он приходит бетель один из центральных городов и обучают этих людей закону как нужно бояться господа то есть что нужно делать при этом текст на самом деле не совсем гладкий в нем есть глоссы я сейчас не буду вдаваться в это слишком глубоко но во всяком случае значит то о чем здесь говорится в целом что эти люди пришедшие из разных мест продолжали тем не менее служить своим богам эти боги здесь называются по имени некоторые из них отождественные но при этом поскольку они боялись бога израиля господа то они сделали установили у себя священников жрецов которые в бетели значит это других местах служили богу израиль значит вот получилось так получилось такой религиозный синкретизм они с одной стороны боятся бога израиля с другой стороны они служат своим богам и это продолжается вплоть до сего дня говорит книга царей опять же текст негладкий тут есть крапления и вставки тот кто внимательно его читает их может легко почувствовать мы занимаемся сейчас неким общим контуром о чем здесь рассказывается во всяком случае утверждается что полностью они закон бога израиля не соблюдай попутно здесь есть инвектива обращенная против самого народа израиля тоже как бы некая вставка которая объясняет снова почему народ израиля был изгнан вот значит вот эти люди которые были переселены и которые как бы согласно этому тексту исповедовали некий религиозный синкретизм реализовывали в жизни религиозный синкретизм эти люди естественно изображаются здесь с насмешкой если не сказать с определенной долей враждебности понятно что это захватчики ну захватчики по неволе сюда переселили но в любом случае они как бы заняли здесь место согласно этому тексту который который которая которая была изначально отдана народу израиля народ израиля частично те кто живут жили в северном царстве были из это отсюда изгнаны за то что нарушили завет а те кто пришли на их место они как бы пытаются усидеть на двух стульях и отчасти соблюдать требования бога израиля и продолжать служить своим богам значит впоследствии как я уже и сказал это буквально это форма служения но как бы то что человек решает присоединяется в той или иной форме к народу израиля не по какому-то внутреннему увлечению а вследствие заставляющих его обстоятельств и в частности каких-то страхов и зависимости от внешних факторов вот такой человек называется в еврейской традиции гер-арайот термин который неоднократно употребляется в талмудических источниках и он подчеркнут отсюда да вот из-за этих самых львов которые нападали на переселенцев и убивали это такой на самом деле мотив который в книге царей появляется несколько раз и здесь как бы такое замыкание круга лев появляется в истории о том как было основано северное израильское царство и там тоже этот лев послан для того чтобы покарать человека который нарушил требования бога значит очевидно что это некоторое такое вот сатирическое можно сказать карикатурное описание тех людей которые были переселены на территорию северного царства теперь перед тем как мы обратимся к другой версии будем действовать в рамках сюжета рассимон я хочу обратить ваше внимание на еще один текст который появляется в танахе это текст гораздо более поздний из книги эзры то есть книги которая создается в эпоху возвращения из персидского плена из персидского изгнания это уже заведомо вторая половина пятого века до новой эры и вот но рассказывается тут о том что произошло еще в конце шестого века до новой эры в первую волну возвращения из плена когда во главе возвращающихся стоят потомок царского рода зерубавель бен шалтиэль можно сказать последний потомок царского рода и первосвященники ошуа бен йо цадак и вот рассказывается в книге эзры о том книге эзры о том что притеснители иуды и бениамина узнали о том что узнали о том что изгнанники те кто вернулись из изгнанника из изгнания строят храм богу израиль и они пришли к зерубавелю и главам семьи и сказали мы хотим строить вместе с вами ибо мы служим вашему богу подобно вам а ему мы приносим жертвы со времен эссархадона царя ассирийского почему здесь избранное имя эссархадона сказать трудно потому что эссархадон был внуком того самого саргона во времена которого и происходило упомянутое переселение то есть по идее здесь должно было быть использовано имя эссархадона но эссархадон видимо здесь избран как такая очень значимая фигура поскольку эссархадон был один из самых знаменитых ассирийских царей расширивших значительную территорию ассирийской империи один из последних ее таких крупных царей вот и вот они говорят мы со времен эссархадона служим богу вашему богу который нас со времен эссархадона который нас привел сюда и сказал сказали им зарубавель и священники ошуа и главы семьи нам с вами не по пути мы не будем строить с вами вместе бог на храм нашему богу мы сами будем строить нашему богу израиля как то приказал сделать кир царь персидский кир царь персидский который согласно канаху объявил о возобновлении строительства храма в иерусалиме по окончании изгнания вот и дальше добавляется такая ремарка здесь в этом тексте что народ земли то есть вот те кто там жили они все время мешали и иудейским изгнанникам те кто вернулись из изгнания строить храм все время строили против них козни и это продолжалось не только во времена кира персидского но и во времена дария дария первого царя персидского во времена которого собственно храм действительно был выстроен и даже впоследствии во времена следующего царя хашвироши известного нам судя по всему памятного писали всякие доносы на жителей иудеи иерусалим то есть мы видим что здесь как бы текст изображает откровенную вражду между этими двумя группами населения и в каком-то смысле он сигнализирует о расколе была попытка некого объединения инициируемого вот этими самыми людьми которые были переселены но эта попытка была руководителями изгнанников отвергнута они не были приняты за своих и с этого момента по крайней мере так согласно этому нарративу здесь по сути дела пути этих двух групп окончательно разошлись надо отметить что сами самаритяне которые мы постепенно подходим да поскольку самаритяне согласно еврейской традиции называются так потому что они жители провинции шумрон да жители персидской провинции шумрон оттуда они приходят из шумрон и в другой книге того же времени книги Нехемии рассказывается о некоем руководителе этих людей по имени Санвалат который тоже строит всякие козни против Нехемии против его попытки укрепить Иерусалим построить вокруг него воссоздать крепостную стену вот и у него постоянно происходит между Нехемией и этим Санвалатом постоянно происходят конфликты Санвалат это имя которое действительно засвидетельствовано и впоследствии самаритянской общине вот он называется Санвалат Хашумроникм с другой стороны если послушать самих самаритян то они рассказывают совсем другую историю они рассказывают историю о том что они то и есть настоящий Израиль и что они называются так потому что на самом деле они то есть хранители и эта традиция восходит своими корнями восходит еще к временам Моше и Йошуа Бенуна и эта традиция как бы это с их точки зрения истинная традиция истинный Израиль вот эта традиция ей был нанесен первый удар в эпоху судей когда произошел раскол между священническими семьями и часть раскольников ушли в шило в то время как основное место основное святилище находилось еще со времен Йошуа Бенуна в шхеме на горе Гризим там говорят они был выстроен храм и жертвенник об этом жертвеннике еще мы скажем несколько слов чуть ниже это был первый раскол говорят они у них есть генеалогия священнических семей есть некий текст который называется свиток авишуа сэфер авишуа в котором прослеживаются эти генеалогии и второй удар был нанесен как раз во времена которые которые мы сейчас занимаемся то есть конец эпохи первого храма говорят они о том самолетяне что они как раз есть те которые пронесли сквозь века вот эту затухавшую искру истинной еврейской израильской веры они оставались на земле не были изгнаны они собственно говоря потомки тех израильтян которые не были изгнаны в то время как и знанники иудеи которые вернулись после плена из Персии являются пришельцами и узурпаторами которые свою традицию на самом деле забыли и растеряли и поэтому не имеют на самом деле права на наследие теперь перед тем как задать вопрос а где же собственно говоря мы можем искать если не истину то по крайней мере что-то приближающееся к ней в этом споре надо все-таки отметить а почему собственно говоря шхем и гарагризин значит на это ответ дается исходя из написанного вторе в конце книги дворим книги второзакония книги дворим двадцать восьмой главе на самом деле шхем как крупный центр упомянуты в других местах книги бришит он даже упомянут но здесь в книге дворим говорится следующее это двадцать седьмая прошу прощения глава значит говорится о том что когда народ Израиля придет Ярдан то нужно будет в честь этого события поставить специальные камни и смазать их известью написать на них все слова и затем должен быть построен жертвенник должен быть построен жертвенник цельный жертвенник значит на котором должны быть вознесены специальные жертвы и все это должно происходить судя из того что написано действительно в районе шхема все это сопровождается еще некой церемонией связанной с двумя горами горой грязин и горой церемония благословений и проклятий значит благословение произносится на горе грязин а проклятие произносится на горе эйваль значит теперь вот этот жертвенник о котором я говорил согласно торе согласно торе должен быть построен на на горе эйваль на той самой горе проклятия и действительно в книге иошуа в девятой главе рассказывается о том что это было исполнено что иошуа построил жертвенник на горе эйваль а потом произвел вот эту церемонию благословения и проклятия самаритяне утверждают что на самом деле это искажение а должно быть здесь указано не гора эйваль а гора что жертвенник и святилище должны стоять на горе грезим гора грезим является священным местом самаритян значит мы еще немножко позже поговорим о торе самаритян это отдельный разговор но как бы там действительно значится гора грезим место горы эйваль теперь перед тем как двигаться следующим источником мы все-таки зададимся вопросом кто в этом споре прав и как часто бывает однозначного ответа на этот вопрос нет значит очевидно что текст канаха в 17 главе книги царей он как бы носит характер такой сатиры по отношению к тем которые были переселены на территорию самаритя то что сирийские цари занимались практикой подобного рода переселения мы знаем очень хорошо это документировано и в этом смысле территория провинции Смария не была исключением так что на сегодняшний день исследователи полагают историки что истина здесь находится где-то посередине что та группа населения которая называется автанахи вот этими притеснителями иудеи и бениамина иуды и бениамина те которые были населяли территорию провинции самаре эта группа населения состояла была как бы результатом перемешивания которое практиковали ассирийцы там действительно то место которое они пришли не было пустым там оставалось определенное количество немалое количество людей которые не были депортированы на восток и сюда ассирийцы привезли переселенцев с востока видимо они перемешались и в результате вот образовалась такая группа населения которая как бы включала в себя как лояльность верность богу израиля так и традиции связанные со служением восточно-семитским божеством и это то что в такой вот сатирической форме представлена книги царей с другой стороны иудейские изгнанники которые вернулись из вавилона пресельского плена не пали жертвой подобного рода и поскольку мы знаем что вавилоняне это как раз не практиковали они не занимались перемешиванием населения таким вот переселением с целью лишить те или иные этнические общности своей национальной самоидентификации а они заселили людей какие-то отдельные поселения где-то те могли сохранять эту свою самоидентификацию это то что видимо произошло с иудейскими изгнанниками которые потомки которых через полтора примерно на поколение вернулись уже не из вавилона из персии в на территории земли израиля и вот как бы танах фиксирует книги эзры начало раскола хотя не все историки считают что раскол произошел уже тогда некоторые считают что раскол гораздо более носят гораздо более поздний характер и здесь мы с вами перейдем к другим источникам более поздним а именно к тому что пишет иосиф флавий об отношениях между самаритянами и иудеями он немножко описывает то что происходило в персидскую эпоху но главным образом он фокусируется на том что происходит в эпоху эллинистическую и римскую и здесь есть я как бы сослался здесь на несколько мест которые представляют в этом смысле для нас интерес значит в одиннадцатой книге восьмой главе иудейской древности флавий рассказывает о появлении александра македонского в на территории иудеи и о том как самаритяне попытались настроить настроить александра против евреев при этом флавий постоянно указывает что когда самаритянам удобно они называют себя евреем когда им это неудобно они от этого отникиваются и говорят что они не евреи и именно в этом контексте именно в этом контексте рассказывается в иудейских древностях о том о том как александр в том числе в результате вот этого навета самаритян приходят к иерусалиму с тем чтобы осадить его сам сами самаритяне под предводительством еще одного санвалата более позднего пользуются покровительством пользуются покровительством александра но первосвященнику которого еврейскому первосвященнику которого зовут ядуа удается удается склонить александра на свою сторону причем тут описывается как бы такая мистическая история когда александр видит вышедшего к нему в белых одеждах священника он кланяется ему в ноги и и выясняется что значит александр кланяется не столько священнику сколько богу которому этот священник служит потому что я как бы говорит александр в своих видениях удостоился как бы вот это веление этого бога благодаря которому я победил персидского царя дарь в результате всего этого дела согласно описанию флавия и иерусалим не был поврежден и между и иудеями и александром были установлены совершенно нормальные отношения вот а что касается самаритян то значит как бы он своей своего покровительства с них не снял но как бы в результате желания их желание их не исполнилось значит теперь более как бы понятно что это описание оно в значительной степени носит носит лениндарный характер зато второе описание которое находится в 12 главе книги главе 5 оно уже вполне совершенно вполне реальное реалистическое реалистичное оно рассказывает о маковейской эпохе и в частности о том что второе поколение после маковеев сын Шимона Маковея Йоханан Геркан захватывает Шхем и фактически разрушает Шхемский самаритянский храм значит очевидно что между между самаритянами и евреями вражда вот и Йоханан Геркан который который закрепляет закрепляет победу маковеев и расширяет границы расширяют границы нового государства значит фактически приводит к тому что самаритянский храм перестает существовать значит теперь теперь в тринадцатой главе книги тринадцатой книге главе девятой флавий рассказывает о том как как сейчас секунду главе наста книга глава девятая значит а как раз прошу прощения как раз тринадцатой в тринадцатой книге главе девятой рассказывается о том как Яханан Геркан разрушил храм а в двенадцатой главе книги главе пятой есть детальное описание того как что происходят конфликты между между самаритянами и иудеями вот в начале маховейской эпохи значит кроме того кроме того и там в частности вот он говорит о том что когда во времена антиоха и эпифана начались гонения на иудеев то самаритяне в этот момент послали письмо антиоху и эпифану в котором в котором они подчеркивали что иудеями они не являются теперь еще есть два места которые я здесь указываю это уже описание римской эпохи непосредственно перед большим великим восстанием в результате которого был разрушен храм где упоминается несколько разного рода конфликтов между евреями и самаритянами взаимные нападения друг на друга и в частности это происходит во времена прокуратора иудеи которого зовут которого зовут Куман вот и это происходит то есть примерно в конце сороковых в начале пятидесятых годов первого века конфликты и конфликты носят вооруженный характер то есть очевидно что взаимоотношения евреев и самаритян доходит до какой-то такой вот точки хипения впоследствии уже во времена восстания Баркохвы самаритяне старались уклониться от участия в этом восстании и от того чтобы их мобилизовали в ряды армии восставших значит это как бы то как описывает флавия очевидно что его отношение к самаритянам в общем в основном негативное в основном негативное теперь заглянем еще в литературу мудрецов значит вот как впоследствии воспринимались самаритяне которых кстати говоря мудрецы называют кутин от названия одной из восточных провинций куда собственно говоря согласно 17 главы книги царей вот эти люди были переселены окута значит вот эти кутин и мы видим что по поводу самаритяне есть споры уже в довольно ранних источниках например вот источник из Тосефты трактата Трумот Тосефта это источник более или менее того же времени что и Мишна и там говорится так акути кенохрид ивре раби иуда анаси говорит что к самаритянам надо относиться как неевреям а рабан шимон бенгамлиэль его отец отец раби иуда анаси говорит значит надо относиться к ним как израильтянам то есть консенсуса не было есть разного рода описания разного рода описания касающиеся того как самаритяне соблюдают те или иные законы можно или нельзя с ними заключать браки и что будет в результате заключения такого рода брака в частности там приводится такое утверждение что те за что вообще нельзя полагаться на соблюдение самаритянами заповедей но уж во всяком случае те заповеди о которых точно известно что они и соблюдают и на иной раз и соблюдают их более тщательно чем сами евреи значит есть еще один текст на который я хочу обратить ваше внимание он здесь по-русски приведен это текст из нового завета в котором тоже упоминаются несколько раз самаритяне так вот в десятой главе Евангелия от Луки приводится притча небезызвестная притча значит о человеке вот она здесь который шел из Иерусалима в Ерехон в Ерехон попался разбойником которые его изранили и дальше он значит лежит измученный на дороге мимо него проходит священник еврейский священник естественно и не обращает на него внимания потом проходит левит тоже проходит мимо не не оказав ему помощь а самаритянин проезжая мимо него сжалился и подойдя перевязал ему раны возливая масло и вино и посадив его на своего осла привез в гостиницу и позаботился о нем а на другой день отъезжая вынул два динария дал содержателю гостинице и сказал ему позаботься о нем если и сдержишь что более я когда возвращусь отдам тебе кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшемуся в разбойником естественно оказавший ему милость надо отметить что этот текст независимо мы сейчас как бы не обсуждаем степь как бы степень историчности рассказываемого в новом завете тем более что это вообще притча вот но очевидно что это носит полемический характер да мы видим что отношения в еврейских источниках того времени ну скажем вот то что Иосиф Лави пишет примерно то же самое время значит отношения еврейских источников самаритянам как правило враждебное и негативное как тем которые строят против евреев козни которые то стараются к ним прибиться то наоборот отделяются когда есть опасность которые на самом деле не являются частью народа Израиля и значит как бы как некоторые контраргумент мы видим здесь в этой притче что даже если это не часть народа Израиля но значит как бы это настоящий ближний который проявляет заботу о пострадавшем отсюда кстати известное выражение добрые самаритяне несколько слов перед тем как мы перейдем к разговору о самаритянском пятикнижи и какой свет оно проливает для нас на всю эту проблематику несколько слов о дальнейшей истории самаритян да я не буду слишком глубоко в это вдаваться я только скажу что история это весьма печально самаритяне подвергались гонениям на протяжении большей части значит своей истории начиная с римской эпохи и далее особенно они пострадали во времена в византийскую эпоху значит когда римская империя христианизировалась и вот восточная ее часть византийская там происходил самаритяне которые жили на ее территории устраивали ряд восстаний и те самаритяне которые жили продолжали жить на земле израиля кончались эти восстания неизменно тем что восставших настигало суровое наказание властей и постепенно как бы население самаритян уменьшалось из-за этого просто уничтожали это продолжилось и в манскую эпоху особенно в эпоху мамлюков которые считали самаритян идолопоклонниками поэтому самаритяне подлежали уничтожению значит кончилось все это тем что население самаритян которые в начале римской эпохи достигало примерно миллиона с лишним человек уменьшилось к девятнадцатому столетию до едва ли тысячи да и это как бы продолжилось во времена атаманской империи эти гонения продолжались поэтому значит как бы на сегодняшний день мы пришли к тому что их они стали едва ли не музейной редкостью те которые живут в хулоне значит ну они фактически ассимилировались внутри израиля а те которые живут в шхеме они как бы блюдут свою традицию вот и их очень мало да разговорным языком является у них арабский вот но здесь значит мы подходим к до сих пор мы говорим как бы об истории вообще сейчас мы поговорим о тексте да потому что у них есть текст и основным текстом является Тора правда помимо Тора они чтут еще и книгу его шуловка которая у них тоже имеется правда с некоторыми изменениями по сравнению с довольно серьезными изменениями по сравнению с масорецким текстом вот все остальные книги они не признают да значит поскольку считают что с начала эпохи судей как бы произошло произошел раскол и та часть которая не пошла за ними так сказать уклонилась в неправильную сторону поэтому все остальные книги включая пророческие книги самоветянами не признаются значит теперь что касается основного текста текста Торы который начал исследоваться еще позднем в эпоху позднего возрождения в 16 веке особенно в эпоху реформации а потом уже в современное время вот до сегодняшнего дня значит этот текст представляет собой не перевод это текст на еврите но написанный разновидностью так называемого палеоеврейского шрифта то есть он близок по своей конфигурации к тому шрифту которым пользовались евреи в эпоху первого храма и это отражено вот в этом источнике который перед вашими глазами вавилонский талмуд трактат санхедрин где говорится так что в начале тора была дана израилю на этом древнем еврейском шрифте и на святом языке то есть на еврейте а потом была во времена эзры передана снова на ассирийским шрифтом под ассирийским шрифтом понимается арамейское письмо квадратное которое мы пользуемся до сегодняшнего дня и дальше говорится так что израиль для себя избрал ассирийский шрифт и и и святой язык то есть ибрит а идиот простые избрали себе древнееврейский шрифт и арамейский язык кто же эти простые это кути им говорится здесь кутаеи то есть кутии или самаритяне на самом деле как бы вот этот текст он не совсем точен в том отношении что речь здесь не идет об арамейском языке значит то есть скажем так то что самаритяне в ту эпоху могли говорить на арамейском языке это вполне правдоподобно но не тора которая у них есть существует на арамейском языке потому что может возникнуть обманчивое впечатление что самаритянская пятикнижняя это тоже своего рода вид торгума арамейского торгума написанного вот этим древним еврейским шрифтом но это не так это повторяю текст на еврите написанный поля еврейским шрифтом теперь что является характерными особенностями этого текста значит начнем что называется с конца в нем есть так называемые явные сектанские особенности если считать самаритян сектой обычно так это формулируется скажем так особенности текста которые свидетельствуют о мировоззрении самаритян что это за особенности одну из них я уже назвал замена горы Иваль горой Гризим в качестве того места где должен стоять жертвенник а впоследствии мы об этом в свое время говорили на горе Иваль действительно были найдены остатки жертвенника которые израильский археолог Адам Зерталь отождествил с жертвенником времен Иошуа Беннуна это спорно есть разные точки зрения на этот счет но во всяком случае у самаритян это гора Гризим кроме того кроме того любопытно что в декологии то есть в десяти заповедях в книге Шмот у самаритян появляется появляется дополнительная заповедь которая гласит о святости горы Гризим гора Гризим священна для них и там значит как бы появляется текст который взят на самом деле из книги из книги Таразакония вот этот самый текст где по поводу того что нужно устанавливать камни и жертвенник и там говорится что это нужно я заповедую вам сделать это на горе Гризим то есть это это как бы вставляется ими уже внутрь десятисловия деколога кроме того есть еще один момент значит в книге Дворим в целом ряде мест появляется такое выражение что нужно приносить жертвы и праздновать в месте которое изберет господь бомаком ашир ивхар адунай ли шакен чмошан место которое изберет господь с тем чтобы там поместить свое имя обычно понимается это место эти эти это выражение как намек на то что в будущем будет в Иерусалиме построен храм любопытно что в самаритянском пятикнижи во всех этих местах форма имперфекта ивхар будет изберет заменена формой перфекта бахар который избрал вместо изберет избрал почему это так очевидно почему это так потому что шхем как центр как город и город это место которое уже со времен правотцев со времен Авраама воспринимается как избранное и священное по всей торе казалось бы нет никакого указания на то что Иерусалим прямого указания на то что Иерусалим это место священное есть правда рассказ о том как Авраам победив восточных царей это рассказ в 14 главе книги Решит как победив восточных царей доходит до города Шалем и первосвященник этого города по имени Валкицеды выносит ему хлеб и вино и благословляет и еврейская традиция естественным образом понимает этот Шалем как Иерусалим тем более что в одном из псалмов рядом со словом цион появляется как параллель слово Шалем очевидно что это Иерусалим но самаритане понимают это как указание на Шхем и объясняют это следующим образом в другом месте книги Берешит в 33 главе появляется упоминание о том что праотец Яков пришел в город Шхем и там написано на иврите воевой Яков Шалем Ир Шхем и пришел Яков целым и невредимым в город Шхем так переводят и объясняет это еврейская традиция но самаритяне объясняют это место иначе и говорят что надо понимать так что Шалем это название другое название Шхема пришел Яков в Шалем и это Ир Шхем значит иными словами мы видим что самаритянская пятикнижья последовательно проводит как бы вот эту линию на освещение Шхема и вытеснение Иерусалима значит я прошу прощения значит это один момент вот как бы было понятно что такое что такого рода изменения они носят очевидный тенденциозный характер с тем чтобы вот установить святость самаритянской традиции значит когда нашли кумранские рукописи сороковые пятидесятые годы то там были обнаружены свитки торы и оказалось что в этих свитках есть вещи в частности свитки написанные палеоеврейским письмом какие там есть есть вещи которые тождественны тому что есть в самаритянском пятикнижье но не те изменения которые я упоминал а другие в самаритянском пятикнижье есть еще одна особенность о которой меньше знаю это склонность к последовательной гармонизации например когда есть какие-то противоречия или по крайней мере отличия между тем как та же самая история рассказывается ну например в книге чисел а потом в книге дворин второзакония например рассказ о разведчиках и там есть отличия что происходит в самаритянском пятикнижье эти рассказы соединяются в книге появляются и тексты из книги дворин чтобы показать что все согласовано изначально что никаких противоречий нет эти вещи происходят последовательнейшим образом такая вот склонность гармонизации чтобы не было никаких несоответствий никаких разночтений между разными книгами торы или в пределах одной и той же книги например в историях о казнях египетских отдается приказание муше и арону пойти к фараону и сделать что-то а в описании того что они делают иногда как бы это сокращается и выражается в более лаконичной форме в самаритянском пятикнижье все восстанавливается все должно быть симметрично и точно так вот эти вещи были найдены уже в кумранских свитках из чего был сделан вывод что по меньшей мере где-то во втором веке до новой эры во втором веке до новой эры существовали тексты торы которые легли в основу самаритянского пятикнижья эти тексты называются протосамаритянскими текстами теперь почему это для нас важно потому что не исключено что это свидетельствует о том что раскол между евреями и самаритянами носил гораздо более поздний характер чем мы могли бы подумать исходя из источников да исходя из Танаха вроде как во времена персидские уже возвращение из персидского плена во времена по флавию очевидно это происходит уже во времена александра македонского если не раньше но вот если исходить из этого из этих открытий то возможно что окончательный раскол между самаритянами и иудеями произошел уже на стыке потому что если в еврейских текстах секты кумрана которые не являли там не было самаритян встречаются вот эти протосамаритянские свитки пятикнижья из этого можно сделать вывод что исходно эти тексты были вполне еврейскими были вариантные тексты и лишь на более позднем этапе были добавлены так сказать сектанские изменения связанные с освещением шхемы то есть иными словами самаритяне взяли для себя тот вариант торы который значит вот представлен некоторыми свитками в кумране и поэтому повторяю возможно раскол окончательный раскол произошел уже после этого вполне возможно в первом веке до новой эры в начале первого века новой эры трудно создать значит так или иначе как бы на сегодняшний день можно констатировать что вражды между евреями и самаритянами уже нет а скорее повторяю самаритянская община шхема представляет собой такой музейный экспонат куда приезжают туристы еврейские туристы в том числе поговорить посмотреть поговорить посмотреть на то чем отличается закон самаритян от еврейской аллахии ну например в частности любопытно что при том что они не признают все книги Танаха после Иошуа тем не менее вот например праздник Суккот они когда празднуют строят Суку судя по всему опираясь на традицию толкование которое возможно отражается генохемии как раз где рассказывается о строительстве суки и можно понять так что это суку строят из так называемых арба аминин то есть те самые арба аминин вот эти ветви и плоды которые мы возносим во время праздника во время молитв в праздник Суккота они из них делают суку и это то что делают самаритяне последнее что я скажу перед тем как предоставить вам возможность задать вопросы это такой как бы казус своего рода значит самаритяне как и скажем саддукеи как впоследствии караимы одна одно из утверждений которые они предъявляют претензии которые они предъявляют евреям состоит в том что евреи исказили тору в частности своими толкованиями да значит вот так называемая устная тора это у нас нет саддукейских текстов но это то что рассказывается о саддуке в разных источниках в флаве в новом завете самих талмудических источниках о караимах известно очень хорошо в средние века это их претензия по отношению устной торе и самаритяне тоже сегодня это говорят мало того что они не признают часть анаха но вот как бы устная тора воспринимается в их глазах некоторым искажениям так вот как-то мне довелось там быть и разговаривать слушать этого когена самаритянского которого звали Ефет и он в частности рассказывал о том что в Йом-Кипур у них есть обычай согласно которому постятся даже младенцы что конечно привело в ужас слушающих и присутствующих вот но он успокоил сказал что младенцы совсем плохо то его конечно кормят вот я к нему подошел и спросил а скажите откуда такая традиция даже не написано вот прямым текстом вторе что младенцы должны поститься на что последовал ответ как бы совершенно такой спонтан а это наша традиция устная традиция толкования то есть как бы в результате отрицатели устной традиции все равно приходят к тому что без нее не обойтись она у них другая но тоже существует вот ну вот здесь я как бы поставлю точку в своем сообщении и приглашаю вас задать вопросы добавить что-то если вы хотите дамы есть дамы и господа пожалуйста самое время задать вопросы замечания что-то осталось неясным в той истории которую я рассказал на самом деле ее можно было рассказывать гораздо более подробно но тогда бы для этого понадобилось гораздо больше времени как бы в общих чертах рассказал можно задать вопрос да пожалуйста конечно вот у меня вопрос про связь самаритяна и есеев насколько мне известно у есеев была определенная связь с христианами идеологическая там сына света сына тьмы учитель праведности и может быть вот это то что мы читали христианское позитивное отношение к самаритянам оно как-то связано с есеями тогда получается вот самаритянский вариант вот этой гармонизации источников есеи не могли заимствовать у самаритян ведь у них по-моему круто-масаритские тексты есть то есть они как бы вот эти традиции может быть как-то спасибо за вопрос смотрите ситуация такая ну если отождествлять есеев скажем так если отождествлять группу или секту мертвого моря адата яхан общину эту с есеями большинство действительно историков отождествляют и хотя есть и другое мнение то значит как бы что отделяет их от самаритян в первую очередь то что они как бы являясь частью еврейского народа считают священными все книги Танаха там были найдены все книги Танаха за исключением книги Истер по поводу книги Истер есть споры когда-нибудь об этом еще поговорим значит случайность ли это или намеренное намеренное изъятие вот но во всяком случае в этом отношении между самаритянами и есеями пролегла граница теперь теперь что касается связи христиан с есеями то это как бы гипотезы которые ну в общем окончательно не доказаны то есть на чем основывается эта гипотеза она основывается на двух вещах на том что один из таких центральных раннехристианских образов как Иоанн Креститель он как бы находился на территории близкой к Мертвому морю крестил в Иордане а мы знаем о том что значит как бы секта Мертвого моря она очень скрупулезно относилась вот к окунанию в микве и хотя это носило не такой характер как у Иоанна Крестителя не характер символического раскаяния а скорее просто ритуального очищения тем не менее как бы некоторые связывающие вещи действительно есть в идеологии есеев и ранних христиан можно найти какие-то сходные черты которые вот в частности вы называли сыны света сыны тьмы терминология действительно близкая хотя надо отметить что это терминология все-таки носит такой общий характер и не обязательно должна свидетельствовать о заимствовании это могло быть как бы на слуху разные группы могли использовать это вот значит опять же даже если да как бы гипотеза связи между ранними христианами и есеями существует она не доказана вот даже если исходить из того что такая связь есть какая-то преемственность есть это еще не доказывает о наличии какой-то близости к самаритянам самаритяне совершенно отдельная группа находящаяся надо сказать в другом месте не на территории я имела ввиду может быть у них именно именно в плане более позитивное было отношение чем у других групп самаритянам именно в этом узком ну опять же смотрите об эссеях мы не знаем они о самаритянах ничего не пишут да значит вот группа мертвого моря ничего не пишет о самаритянах они их не упоминают помимо того что ну как бы они их не упоминают теперь то что тот текст христианский из евангелия от луги который я прочитал он очевидно носит полемический характер то есть он как бы пытается противопоставить отрицательному отношению к самаритянам которое видимо имело место в то время среди евреев свое как бы видение то что евреи осуждают мы наоборот поднимем на щит вот поэтому как бы это остается то есть вопрос ваш хороший как бы это интересно но доказать здесь что-либо очень трудно а то что там были найдены эти прото так называемые прото самаритянские тексты Торы то опять же там прото самаритянские тексты там были найдены там не было найдено ни одного текста в котором были бы вот эти сектантские самаритянские изменения этого нет не было найдено книги Торы где вот было то что мы находим самаритянском пятикнижье вот это постоянное подчеркивание святости шхема горы грязи и так далее этого нет а поэтому как бы вот так вот напрямую я бы черту по поостерег сопроводить понятно спасибо пожалуйста пожалуйста у алекса есть вопрос правильно да пожалуйста да правильно на самом деле даже два вопроса да пожалуйста первый вопрос касается есть ли какие-то связи генетические между вот самаритянами и евреями то что я видел информацию о том что в принципе они какая-то близость между ними существует но если есть то на чем это что можно по этому поводу сказать да первый вопрос ну а второй второй вопрос это вот говоря вот как как связаны с этим по поводу их происхождения до какой степени еврейские источники связаны базируются если что они те что пришли прислали вавилоняне из скажем так вот и так далее то есть ассирийцы да и до какой степени действительно это вот их традиция о том что это так сказать те евреи которые не были изданы верны до какой степени верны значит смотрите что касается первого вашего вопроса то ну как бы это не совсем моя специальность да я знаю о том что в начале нашего столетия производились всякие генетические проверки значит самаритянской общины значит эти генетические проверки показали сколько мне известно значит что там во первых достаточно наблюдается единство генома значит если я правильно использую термин значит и что есть сходство между этим геномом и тем что есть у евреев в частности у евреев когена в большей степени чем скажем у арабов значит сходство с арабами значит насколько это что-то доказывает я не знаю я не беру судить я не биолог да с другой стороны в свое время выдвигались всякие тоже утверждения насчет того что арабы шхема по сути дела это значит как бы исламизированные самаритяне потому что в мамлюкскую главным образом эпоху и потом в атаманскую эпоху самаритян насильственно обращали в ислам значит так что на этот первый вопрос у меня нет однозначного ответа и как бы я думаю что ну наверное за вот этой общностью в конце концов пусть не полной пусть частичной но общностью культурного наследия вот стоит какая-то генетическая связь тоже теперь алекс вот это ваш второй вопрос вы можете еще раз его прояснить значит сейчас я поясню то есть до какой ну в принципе это связан с этим до какой степени вот самаритяне являются грубо говоря переселенцами из верхней месопотамии и до какой степени можно сказать что они вот евреи ну смотрите то что я сказал алекс истина видимо где-то посередине то есть Танах изображает дело так что Израиль территория израильского царства была полностью значит опустошена и жители были депортированы а на их место были перевезены вот эти пришельцы теперь в самих ассирийских текстах мы это в прошлый раз обсуждали приводится более чем скромные цифры порядка 27 тысяч депортированных то есть очевидно что не все население значит теперь то что говорят самаритяне с другой стороны что мы вообще это как бы и есть потомки тех которые оставались никаких переселенцев тут вообще не было и мы хранили значит эту традицию и в том числе после того что значит произошло изгнание разрушение северного царства вот мы остатки тех которых никуда не знали вот я думаю что истина посередине да это как бы историки как правило это и высказывают что и то и другое верно в той или иной степени что с одной стороны очевидно что территория израильского царства не была опустошена полностью и не все были депортированы и часть населения оставалась а с другой стороны нет ни малейших сомнений в том что это была общая политика сирийских царей что на запад с востока переселялись народы переселялись всякие этнические группы так что судя по всему та группа которая лежит в основе самаритян это как бы некоторая смесь вот этих двух разных этносов которые перемешались и как-то ассимилировались и в такой статерической форме это представлено в книге царей то что там происходило это то что я думаю кстати последнее что я хотел еще сказать что как бы помимо всего прочего самаритяне практикуют пасхальную жертву они на зим они приносят пасхальную жертву это зрелище конечно не для слабонервных вот но это происходит каждый год и желающие на это посмотреть могут это посмотреть еще вопросы замечания я скажу пару слов если можно да но я считаю что вот вообще во всех этих историях как бы мне кажется что вот может быть более правильный метод сказал мудрец я уже не помню кто что знание некоторых принципов с успехом заменяет незнание многих фактов и достаточно просто посмотреть вокруг нас сегодня и то что было в недалекой истории чтобы понять этот принцип то есть поскольку евреи так или иначе являются более древним более основательным корнем монотеизма и то что переселяли народы заселялись переселялись и так далее и так далее то каждая группа которая хочет для своего самоутверждения так сказать закрепиться и оправдать себя так или иначе она старается чтобы этот основной этот корень сказать притушить затемнить и взять на себя так сказать то есть это произошло и с христианами это сейчас с палестинцами которые объявляют что они древний народ и они тут жили всегда вот и соответственно тут ничего удивительного нет что были и другие народы которые давали как-то пытались приспособиться к тем условиям в которых они находились то есть мы это видим даже ну и на Украине допустим да там где русские оказались на какой-то территории теперь они доказывают что это их всегда была территория не знаю имеет значение опять таки факт было так это или не так это но принцип тот же самый понимаете вот единственное что я я принимаю то что вы говорите только я бы все-таки поправил насчет палестинцев в эту компанию я бы их не вмешивал потому что как бы их так называемый нарратив основан на явном мифе значит как бы у которого нет просто никаких реальных исторических оснований вот в то время как то что мы говорим о самаритянах там как бы ситуация более сложный как бы я в целом принимаю вашу вашу позицию я с ней согласен я просто подчеркиваю что там ситуация более сложная потому что связь с этой землей и с еврейским народом она действительно как бы имелась что в какой момент опять же спор ведется по поводу того когда произошел раскол к чему в результате он привел это отдельная история но с палестинцами я бы это никак не сравнивал потому что тут как бы просто чисто политический созданный со всеми политическими палестинцы они в общем то не могут иметь какой-то свой они причастны так сказать к исламу и история уже история уже такова что уже скапливаются факты хранятся и здесь мы как бы можем уже точно знать что к чему и как откуда они взялись как они взялись и так далее то есть но принципы тот же самый принцип да то есть претендовать на древнее свое происхождение конечно это смешно сейчас там мы еще можем что-то сказать потому что слишком удаленного времени а здесь уже это ясно принцип то же самое то же самое и христиане да которые объявляли себя новыми евреями и негры в Америке которые говорили что они настоящие евреи то есть это это общее и все они конечно против евреев это их объединяет да потому что евреи это как бы тот корень который мешает себя объявить евреями и в этом тоже причина антисемитизма в общем то что тут ничего ничего нового как бы под солнцем не происходит спасибо Эмиль спасибо окей ну хорошо если можно маленький ну то есть я не знаю может быть это петок для больших но тем не менее вот я для себя как бы резюмирую все таки вот является такая вещь как бы довольно странная все таки да но мы знаем что в иудаизме там начиная с ламудической эпохи и так дальше до современного времени там борьба хасидима с мизнагихами да все время как бы ну происходят какие-то идеологические споры какое-то разное понимание но тем не менее это не выщевачивается в какую-то группу которая совершенно теряет свое ну знаю кардинальное значение для еврейского народа да как бы с самаритянами да и с караилами это да произошло и вот как бы да интересно понять как бы что послучило как бы вот этим вот триггером почему как бы вот с теми это не происходит не происходило не происходит а с ними таки да это произошло потому что ну насколько я понимаю ты как бы это говоришь на сегодняшний день они просто ну как бы ну какие-то этнографические маргиналы они все равно не связаны с еврейским народом с как бы современной историей то есть не имеет никакого влияния абсолютно правильно да ну это верно да я думаю что как бы ну это вопрос на самом деле не такой уж маленький но если кратко пытаться это сформулировать то я думаю что дело обстоит следующим образом тут как бы два две составляющих одна составляющая это собственно само восприятие да воспринимаешь ли ты себя как часть еврейского народа или нет по поводу самаритян например вот флавий утверждает что они то то да то нет да то же самое кстати говоря и с караимами это засвидетельствовано например во время войны второй мировой вот значит это как бы одно другое это действительно ну в современном мире это конечно не совсем так да но по крайней мере до нового времени когда еще как бы так сказать светское светское направление мало чем было представлено было очевидно что те которые как бы находятся в лоне еврейской аллахи они ин те которые выходят из этого луна они аут да но как бы то что произошло потом да как бы появление светского направления в еврейской самоидентификации оно тем не менее оставило оставалось внутри еврейского народа потому что оно себя идентифицировала как часть еврейского народа однозначным образом да здесь как бы значит эти люди отделились да мы не знаем что было бы например с теми же эссеями потому что как бы исходя из того что они говорят сами о себе да то вообще значит степень враждебности ко всем кто не есть они зашкаливает такова что если бы как бы они продолжали бы свое существование возможно бы это привело к какому-то такому уже гораздо более глубокому расколу и отделению вот я думаю что вот это две составляющие как бы приверженность национальной самоидентификации с одной стороны и каким-то базисным традициям с другой окей я бы конечно вот то что сказал и чуть-чуть но у нас не осталось времени очень интересно мне кажется да и то что марина говорила вот это интересно да исторического как бы инпуты которые были по террасаме да христианин да Хотя это тоже какое-то выщелаченное отделение. А в данном случае это просто некоторая маргинальность. В результате так получилось, потому что их последовательно уничтожали, причем все. Евреи не то чтобы сказать уничтожали, но во временах Османеев их в общем преследовали и подчинили себе. А потом сначала христиане, а потом мусульмане их просто фактически уничтожали постепенно. Это не делалось так, как то, что, скажем, нацисты сделали с Время просто под одну гребенку. Но постепенно их численность из-за этого сокращалась, и они становились маргиналами. Но может быть все-таки район нет как-то с точки зрения концепции идеологически. У них не было потенциала для распространения, как и, не знаю, дополнения, оппозиции к чему-то, что противостоит как бы иудаизму. Верно, они как бы очень замкнутая группа, да. Окей, очень интересно. Всем большое спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо всем за участие, спасибо лектору, всем счастливо, до свидания. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok